Друзья, сегодня мы будем говорить о физическом сопровождении в повседневной деятельности детей с тяжелыми множественными нарушениями развития детей, которые имеют тяжелые двигательные нарушения церебральной природы. Физическое сопровождение включает в себя очень много аспектов, в том числе сюда входит и обучение двигательным навыкам. По своей сути обучение двигательным навыкам сводится к трем основным задачам. Первая задача – это обучение ребенка удержанию позы. Это может быть поза лежа на боку, поза сидя или поза стоя. Вторая задача – это обучение переходу из одной позы в другую, то есть смена положения в пространстве. Третья задача – это продвижение из точки А в точку Б, то есть продвижение на какое-либо расстояние. В течение своей жизни ребенок с тяжелыми нарушениями осваивает очень маленький репертуар движений. И поэтому, когда мы хотим обучать его тем или иным навыкам, то ли удержанию позы, то ли смене положений, очень важно понимать, как это будет им применяться в реальных условиях, как это будет встраиваться в ежедневные, в повседневные мероприятия. Обучение двигательным навыкам – это очень большая тема. И сегодня мы рассмотрим несколько вариантов смены положений на примере выполнения гигиенических процедур. Необходимо понимать, что двигательное развитие ребенка происходит поэтапно. Точно так же поэтапно он осваивает смену положений. Сначала он учится менять положение в горизонтальной плоскости и только затем осваивает перемещение по вертикали. Важными компонентами в процессе двигательных переходов являются асимметричные движения. То есть, когда правая и левая половины тела выполняет разнонаправленные движения. Например, я правой рукой могу на что-то опираться, левая к чему-то тянуться, правая делаю шаг и так далее. Следующий компонент – ротация или поворот одной части тела относительно другой. Это может быть поворот головы относительно плеч или поворот корпуса относительно таза. Для детей с тяжелыми нарушениями освоение двигательных переходов является очень сложной задачей. И поэтому, как правило, ухаживающие взрослые перемещают такого ребенка пассивно, то есть без его участия, без внимания ребенка к происходящему с ним действию. Поэтому одним из важных подходов к обучению двигательным переходом является правильное перемещение ребенка. Даже если ребенок не может выполнить и минимальную часть, наша задача – перемещать его правильным образом. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, правильное перемещение дает больше возможностей ребенку участвовать в движении, быть самостоятельной хотя бы в какой-нибудь минимальной его части. Во-вторых, шанс травмировать, доставить ребенку неприятные ощущения сводится к минимуму. В-третьих, ребенок получает ту сенсорную информацию, которая необходима при выполнении естественных движений. Не менее важно и то, что такое перемещение безопасно для взрослого. Обеспечение безопасности для взрослого и для ребенка является очень важным фактором в процессе физического сопровождения. Объем помощи при перемещении может варьироваться от полного выполнения действий за ребенка до словесной подсказки или просьбы, что необходимо выполнить. Очень важно помнить, что не следует помогать ребенку больше, чем в этом есть необходимость. Мы с вами рассмотрим такое повседневное мероприятие, как смена памперса. Почему выбрана эта тема? Дело в том, что взрослые очень редко используют такие повседневные мероприятия, как одевание-раздевание, принятие гигиенических процедур, кормление, как время для тренировки навыков двигательных. К сожалению, ошибочно считается, что тренировать двигательные навыки можно только в зале со специалистом или дома в специально организованных занятиях. Но ребенку требуется гораздо больше времени для освоения навыков. И что самое важное, он должен понимать, где он этот полученный опыт может применить. И здесь без участия родителей, взрослых, которые находятся длительное время рядом, нам не обойтись, потому что большую часть времени жизни он проводит не со специалистом. Пока ребенок маленький, это не является проблемой для взрослых. На такие вещи они начинают обращать внимание, когда ребенок становится подростком, стал больше весить, и у них уже не хватает сил для перемещения. И самое важное, что он пассивен при выполнении этих повседневных мероприятий, а у взрослых уже есть проблемы со спиной. Итак, если мы хотим чему-нибудь научить ребенка во время смены памперсов, что нам для этого нужно? Во-первых, нужно, чтобы место, где мы будем осуществлять эту процедуру, было подготовлено, чтобы под рукой всегда были валики необходимые, подушки, средства гигиены, такие как салфетки, перчатки, непосредственно сам чистый памперс, мешок для грязного памперса. Возможно, нам пригодится какая-то чистая сменная одежда. Во-вторых, ребенок должен лежать удобно, чтобы его поза не вызывала излишнего напряжения. В-третьих, что должен делать взрослый, чтобы ребенок на самом деле мог чему-то научиться? Прежде всего, все его действия должны быть предсказуемы и понятны ребенку. Все перемещения, переходы из позы в позу мы должны выполнять с точки зрения правильного перемещения. Касания взрослого должны быть бережные и плотные. Например, если мы хотим сгибать ногу, то мы не действуем через силу. Мы делаем это плавно, понятно, но очень точно. Если мы хотим повернуть ребенка на бок, мы не цепляемся пальцами, мы делаем это всей ладонью и поворачиваем его на бок. Важно также в процессе выполнения всех своих действий проговаривать их ребенку, рассказывать, что ты делаешь и что будет в следующий момент. В будущем это может помочь, чтобы ребенок соотносил ваши действия со словесной инструкцией. Чему же может ребенок сам научиться при смене памперса? Например, мы его научим сгибать, разгибать ногу или контролировать, подстраиваться под действия взрослого при выполнении этого движения. Для некоторых детей это тоже уже очень большой результат. Мы научим ребенка быть терпеливым ко всему, что происходит во время смены памперса. Также мы можем учить ребенка в этот момент поворачиваться на бок. При этом все действия, которые он может делать сам, он должен делать сам. Лиза, поверни, пожалуйста, голову ко мне. И тянись ко мне рукой и поворачиваемся на бок. Хорошо. Чтобы осуществить гигиенические процедуры, ребенку нужно какое-то время полежать на боку. Он тоже тренирует удержание этой позы. Если ему нужно больше поддержки, мы можем воспользоваться валиком, подложив его под спину. Тогда у нас освобождаются две руки, чтобы можно было спокойно осуществить все гигиенические мероприятия. Когда мы закончили это, мы просто убираем валик и здесь уже мы можем учиться поворачиваться обратно на спину более правильным действием, более спокойным. Для того, чтобы поправить памперс, мы еще раз потренируем поворот на бок, но уже на противоположный. Лиза, мы сейчас с тобой повернемся, будем поворачиваться от меня. Пожалуйста. Белый. Здесь очень важно, чтобы взрослый дождался инициации действия ребенком непосредственно самим или подстроился под его движение. Хорошо. Мы поправили все и теперь возвращаемся на спину. Поворачивайся сама. Хорошо. Мы с тобой застегиваем памперс и дальше можем уже разогнуть ноги. Очень важно вот этот момент, пусть он будет длиннее на несколько минут, но прожить со скоростью ребенка, чтобы он прочувствовал все движения, все переходы в своем темпе. Тогда в будущем он многое сможет делать сам. Что еще важно в этом отношении. Чтобы эта тренировка состоялась, важно, чтобы взрослый обязательно действовал в темпе ребенка. Важно, чтобы касания взрослого, прикосновения взрослого были плотными и понятными, чтобы импульс на движение был ясным и направленным. И очень важно не делать какие-то действия через силу. Также важно с ребенком разговаривать и объяснять все действия, которые с ним сейчас происходят. Да, снимаем. Смотри, аккуратно. Сняли левый ботинок. Наклоняю голову вперед. Вот так вот. Убираем подушку. и раз. Хорошо. Надя, да. Давай, я тебя вынимаю из коляски. И раз, два, три. Хорошо. Давай. Прекрасно. И вот так вот. Вот так. тихонечко пересели. Здравствуйте. А куда голову прокинули? Давай. Угу. Сажимся. Угу. Да. Тихонечко. и тихонечко на спину. Отлично. Отлично. Меняем памперс. Угу. Меняем памперс. Да. Для этого нам что с тобой нужно сделать? Снять штаны сначала красиво. Да. Девушка. Угу. Да. Давай тоже согнем. С тобой. Угу. Молодец. Хорошо. Да. Давай с ним. Провиняем все наточек. Угу. Давай поворачиваемся. Вот так. Надюха лежит на боку. Голову чуть-чуть наклоняем вперед. И Надюха лежит на боку. Хорошо. Снимаем. Штан. Ой, ты господи. Да. Да. И опускаем. Да, сняли. Да, молодец. Угу. И можем тогда снимать спокойно штаны. Хорошо. Угу. До. Отлично. Давай. До. Ох, как хочется спать. Угу. Ляжем на бок. Угу. Ляжем на бок. Да. Хорошо. Хорошо. Угу. Угу. Молодченько. Угу. Надюха. Так. Хорошо. Надеваем с тобой памперс. Угу. Угу. Надели. Да. Надели памперс. Еще раз. Давай сейчас с тобой памперс снимем. Снова наденем. Да. Кто там? Да. И в коляску сядем. Да. И в коляску сядем вот сюда. Точно. Давай тогда. Да. Да. Отстегнула. Угу. Держи кофту. Ой, как хочется спать. Ой, как хочется спать. Достаем наши салфетки. Смотри. Салфетки у нас с тобой. Да. Угу. Еще разочек. Чего случилось такое? На боку лежим. Вот, сейчас вытрем, наденем. Хорошо, давай. Вот так вот, умничка. Да. Угу. Да. Все сейчас салфетками вытираем. Молодец. Молодец. Утираем. Убираем салфетки. И надеваем памперс. Берем памперс. На 5. Раскладываем его. Да, умничка. Угу. Да, хорошо. Умничка, ложишься. Хорошо. Молодчина. Так, надевай. Умничка. Аккуратно. Угу. Ой, аккуратно. Надеваем памперс. Да, надевай. Надевай. Так. Поворачиваемся на спину. Хорошо. На спину. И поворачиваемся с тобой на другой бок. Угу. Поворачивай голову. Поворачивай голову. Поворачивай голову. Еще поворачивай голову. Поворачивай голову. Голову сама. Да. И лица. Наклоняйся, да, вот так вот лежит, Надя лежит, хорошо, а я поправляю Надю, все, хорошо, да, и переворачиваемся на спину, давай, и переворачиваемся. Отлично, Надюха, мы с тобой переоделись, будем садиться в коляску, сгибаем с тобой правую ногу, давай, Надя сгибает, сгибает правую ногу, хорошо, и теперь сгибает. Левую ногу, отлично, отлично, и поворачивается на бок, и поворачивается на бок сама, давай, вот так. Да, молодец, отлично, и наклоняет голову, наклоняет голову, наклоняет голову, наклоняет голову, наклоняет, наклонила, да, наклонила. лежит на боку. Будем присаживаться, Надюх. Давай, давай, да, хорошо, мы с тобой присели, да, мы с тобой присели, мы с тобой присели, хорошо, давай, 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 вот так твою ногу, раз, на мою коленку посадили, и твою ногу, еще, два, на мою коленку посадили, да, на стол, старт, внимание, марш, вот так вот, хорошо, сидим, и идем на коляску, вот туда на коляску идем, здрасте, а кто голову будет наклонять вперед, наклоняй вперед, вот так, да, хорошо, хорошо, давай, на старт, внимание, марш, вот так вот, хорошо, хорошо, давай, и раз, два, три, хорошо, давай, посмотрим, что у тебя там, поправим кофту, да, да, так, хвосты твои красивые, надь, здравствуйте, все, поехали, вперед, надь, закончили, все, поехали, тормоза, тормоза, и вперед, тормоза, и вперед, тормоза, и вперед, тормоза, и вперед, тормоза, и вперед,